Здравствуйте. Вот все говорят в мире случайно, да? Есть такое мнение. Но особенно важна случайность в шифровании. Нужно, если вы что-то зашифровали, какой-то файл компьютерный или какой-нибудь текст, то нужно, чтобы только вы знали, как его расшифровать. Вы должны каждый бит вашей информации случайным образом изменять. Вообще, эта идея старая, хорошо отработанная. Называется этот метод шифрования, шифрование с использованием шифровальных таблиц. Представьте себе следующее. У вас есть текст, обычно написано «Маша, буду завтра в 8, встречаю, везу крупную сумму денег». Кстати, очень серьезная информация, которую лучше бы зашифровать. Так вот, вы превращаете все эти буквы в цифры по какому-то алгоритму. Ну, скажем, у вас в букве А 0,1, буква Б 0,2 и так далее. Превратили в цифры. А дальше вы начинаете работать с шифровальной таблицей. А шифровальная таблица – это набор случайных чисел. Случайных чисел, которые известны вам и той самой Маше, которой вы это письмо шлете. И что вы делаете? Вот у вас написано 0, как там, 1, это буква. А к ней должно прибавляться некое число. Например, 12. 0,1 плюс 12, так сказать, 13. 0,7 плюс 18, 25. Вот этот вот набор чисел вы передаете по телеграфу или по интернету или электронным письмом. А там Маша начинает делать следующее. Отнимать. 25 минус 17. Она знает, что надо отнять 17. Потому что у вас в шифровальной таблице так написано. Что вот вторая буква должна быть, отниматься от нее 17 должно. Ну, вот и все. С компьютерными шифрованиями еще проще. Вам нужны только нолики и единицы. Случайная последовательность ноликов и единичек. Вы к тем ноликам и единичкам прибавляете. Если к единичке прибавляете единичку, получаете нолик. Если прибавляете к нолику единичку, единичку получаете. Нолик, если прибавляете, то у вас ничего не меняется. Но что вы прибавили, никто, кроме вас, не знает. Любой файл компьютерный можно так зашифровать. Важно только, чтобы и та сторона, и эта принимающая имели вот эту вот шифровальную таблицу. Но шифровальные таблицы становятся, во-первых, очень большими, а во-вторых, их не так просто составлять. Нужны генераторы случайных чисел. И такие генераторы, в общем-то, есть. Генераторы основаны на физических всяких принципах. Ну, например, слово такое «дробовой шум». «Дробовой шум» — это с катода и вылетают электроны, и долетают до анода в лампе, в вакуумной электронной лампе. Вот этот дробовой шум, но очень медленно будут генерироваться числа. А вам числа нужно много. Как быть? Можно регистрировать частицы, прилетающие из космоса. То прилетело, то не прилетело, то ноль, то единица. Вот такой метод есть. Ну, это тоже медленно, очень медленно кодировать. Как быть? И поэтому придумываются всякие алгоритмы. Это одна из самых секретных частей математики, какая только есть. Алгоритмы вычисления квазислучайных чисел. Они не случайны, они квазислучайны. Например, генераторами таких квазислучайных чисел пользуются создатели моментальных лотерей. Вот на билетике, случайным образом, наносятся там картинки всякие, циферки пишут о нем, которые надо соскабливать, стирать. А под ними может появиться то, что вам нужно или не появится то, что вам нужно, для того, чтобы выиграть, например. Вот так однажды одна лотерея была разгадана, потому что использовали известный кому-то генератор случайных чисел. Но этот человек был честным, он просто предупредил организаторов лотереи, я могу выиграть. Вот, пожалуйста, я вам прислал нераспечатанные, не стертые эти самые билетики. Они все выигрышные, они действительно были все выигрышные. Он научился вот определять, разгадал этот алгоритм. Вот эти вот алгоритмы формирования квазислучайных чисел существуют. То есть какое-нибудь вычисление сложное делаете и берете последнюю значущую цифру, например. Вот такой вот замечательный алгоритм. Вот видите, какая математика, секретная на самом деле наука. Всех благ вам, до свидания, удачи.